Девушки отдыхают Сеющий, сеющий, прошу вас, сеющий Сеющий, сеющий Будьте добры, сеющий, побыстрее Время совершенно нет у меня Да я уже вижу Фамилия Пепенилов Пепенилов Б.Б.Б Борис Борисович Сергей Сергеевич Не понял Б.Б это я по матери Ну что я вам скажу Скоро Пепенилов Хочу вас разочаровать Вы в течении года не были Ни на одной янсе Поэтому я не знаю Как вы будете сдавать мой предмет Просто я поражен, Пепенилов Ни на одной Вы знаете, Валерьян Валерьянович, я хотел было к вам зайти на лекцию, у меня был позыв, да. Думаю, дай-ка схожу. Так. Открыл дверь, у вас там народу! Я думаю, погожу пока, решил погодить, ага. И вот я смотрю, вы пепенилов, гадили, гадили на мой предмет. Гадили, в течение года, правильно? Правильно, правильно. А может я попытаюсь сдать этим экстерном? Вы хотите сказать экстерном? Им. Один человек сдал экстерном, в моей практике, это Ульянов Ленин. С нашего потока? Нет. С параллельного? Нет. Ну кто, хирург, патологоанатом, кто? Ну где-то рядом, хорошо, что нас никто не слышит. Не знаю. Ну что, пепенилов? Ну тяните билет, попробуем, может действительно экстерном? Пожалуйста. Два всего. А вы бы гадили еще, вообще бы ничего не осталось. Давайте быстрее времени. Остатки, ну у меня своя метода, я просто сразу не могу взять, надо психологически. Раз, два, три, четыре, пять, начинаем замешать. Лишь бы надо то, что взять, три, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, брать, три, четыре, два, пять. Мне долго сидеть еще? Возьму любой. Бейте. Ну вот, не домешал. Лопрос? Читать? Читаем. Полипозный хаональный синусид, рецидивирующий правосторонний дивергент на стадии ремиссии смеела церебровегетодистонии клерикального типа с астроцикальным исходом. Очень хороший и простой вопрос. Отвечаем. Вообще не знаю, кто это. Ну возьмите еще один билет, минус два балла. А что два балла? Я где-нибудь сдавал всегда понижение. Один балл, скачок, шаг. Вы не ходили на лекцию в течение года один балл, не сдали билет второй балл. Вам нужно ответить на пять, что я вам поставил минус два балла, три. Минус два балла. Берем билет быстрее, Пепеньер. Ладно, я уже замешивать не буду. Смысла нет. Билет читаем. Что читать? Признаки беременности. Очень хороший и простой вопрос. Итак, признаки, будьте добры. Что? Признаки, признаки. Не понял. Признаки, признаки. Вам бы, Валериан Валериан самому, зайти в соседнее отделение к логопеду, дикцию откорректив. АПЛОДИСМЕНТЫ Извините, Валериан Валериан вырвалась как-то, знаете, рот не успел закрыть. Мысль опередила сознание. Извините, извините. Отвечаю. Пизнаки. Пизнаки беременности. Отвечать? Отвечайте. Пизнаки беременности, они в жизни для того и существуют, чтобы определить, беременна женщина или нет. Если идут две женщины, именно благодаря этим признакам мы можем определить, какая из них залетела. И если эти признаки, они есть, то по ним сразу видно, что женщина в положении. Если признаки отсутствуют, понятно, женщина не беременна. И благодаря признакам, таким образом, мы можем именно сделать разделение женщин на беременных и на небеременных. Если бы признаков этих не было, было бы не определить. А так, поскольку они есть, то благодаря им всегда можно это сделать. Сейчас всем с кем разговаривали? С нами, двумями. Вот именно, двумями. Мне нужно отдельно. Первый, второй признак, третий признак, пятый. А чё, их так много? А, ну да. Кипенев. Я знаю. Начнём с главного признака. Если женщина в положении, то у неё кривые ноги. Чё так? А плод давит на ноги и они выкривляются. И вот она идёт, как уточка. И сразу видно, пошла беременная. Да. А если двойня, то тогда овал ещё ширеет. Да. А если три, просто перекатывается. А если четыре, Пипенев? Если четыре, просто, как говорится, лежи дома и жди. Кого? Ну, кто там будет на выходе? Ну, хорошо, Пипенев. Кивые ноги. Второй признак. Да, кривые. Значит, второй признак – это выпадают волосы. Откуда-ка? Да, отовсюду помаленьку. Но больше, конечно, с тыльной части головы. Отсюда, как бы, отпадывают. Да. Просто там же часть волос отходит к плодам, а остальные, которые остались, они лысину держат в натяжении и не выдерживают и отпадывают. То есть у вас плоды все волосатые, как колобки, да? А женщины лысые. Правильно, Пипенев? Нет, не обязательно. Не обязательно. Хорошо. Выпадают волосы. Третий признак. Третий признак. Очень плохое настроение. Че так? А чему радоваться, если ноги кривые волосы выпадают? Ну, пусть будет так. Да. Четвертый признак. Их что, четыре? А, основных четыре. Дополнительный четвертый, если по трем не определить, он прост. Большой живот. Ну, неплохо, неплохо. Все, да? Да. Все. Угу. Это у вас называется экстерном, да, Пипенев? Им. 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 Вот, Пипенев, если вы наблюдательный человек, вы можете посмотреть, что у меня кивые ноги, большой живот. Я немножко высоват. И у меня очень плохое настроение от знания вашего пигмета. Это о чем говорит? Неужели вы в положении? Если правильно заметьте, Пипеневов, да. Вот, когда я ожу, тогда вы, наверное, издадите мой пигмет. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok